Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем нашу новую рубрику «Новострой». Это почти как тавтология уже звучит. В этой рубрике мы проходим... Ну, ладно, не проходим. Обозреваем новые игры, которые до сих пор продолжают создаваться на NES. Но, возможно, в дальнейшем на каких-то других консолей. И сегодня, в третьем выпуске, нас ждёт игра «Zooming Secretary». Это игра «Homebrew», то бишь, опять же, чисто фанатская игра. Её сделали некие Пинрис и Ширу, так, некие этих людей, которые создали эту великолепную игру. Что это такое? Это, в принципе, платформер, но это ад для секретарей. Это, представьте, если вы секретарь, то вы, наверное, замечательно понимаете всю эту ситуацию, которую вы сегодня сможете наблюдать в рамках этого видео. Это просто кошмарный сон секретаря. А может быть, это и реальность? По крайней мере, после того, что я видел в этой игре, секретарём я никогда в жизни не захочу пойти. Но, сейчас мы всё увидим с вами вместе. Далеко я вряд ли дойду. Итак, уровень делит... Вся игра делится где-то на 7 дней. Мы играем секретаршей, которой должны отвечать на телефонные звонки. Но это нечто просто ужасное. Итак, когда застаётся звонок, над телефоном есть иконка. То бишь, мы должны с вами найти именно дела, нужные дела. Это, вот, на данный момент это дела по планете. Кстати, игрушка образовательная. Вы можете видеть вверху, что происходит. Левинстоны некие. Я просто сейчас не успеваю по всём читать. Вот, есть у нас две основные темы. Это пирамиды, Сахара, пустыня. И, собственно, полностью про планету Земля. И поэтому нам нужно бродить между вот этими вот полками с документами, чтобы найти нужную нам информацию. И предоставить информацию клиенту по телефону. В первый день надо было сделать 10 звонков. И мы это сделали. Максимум можно пропустить только 3 звонка. Пропустить, значит, где-то... Когда пропускаете, это значит... Аккуратненько. Где-то секунд 20 не отвечать на звонок. Тогда он просто оборвётся. Здесь с каждым уровнем становится всё сложнее. Например, сейчас появился наш коллега, который начинает нам подсаживаться на уши. И просто мешает нам... Он нас замедляет. Когда мы проходим мимо него, он нам начинает что-то рассказывать. И мы замедляемся. Конкретно замедляемся. Вы представляете, вот такая... Если бы на самом деле у секретарей была такая работа. Но может быть и есть. Знаете, когда очень крупная фирма, но она тяжёлые времена, кризис переживает. И нет денег на второго секретаря. Поэтому всё приходится делать одному. И вот происходит вот такая вот ужасная просто ситуация. Сейчас хорошо, что у нас всё совпадает. Здесь рандом. Какие появляются задания, да? Какие темы нам нужно поднимать. Какие поднимать документы. Это как повезёт. Есть, отлично. 15 совершили. День второй пройден. Третий уровень. Вот это и есть эта игра. Здесь появляется некая женщина, которая постоянно ест кофе. Я не знаю, зачем нам это надо, по большему счёту. Но здесь появляется новая тема. Это такая книжечка с буквой А на обложке. Я не знаю, что это значит, но... Тем не менее, она усложняет задание. Но, в принципе, делает её интереснее. Нам нужно вот так вот пытаться перепройти всё, чтобы не врезаться в стеллажи с другими документами. Потому что это будут совершенно другие документы. Неся к одному телефону нужный документ, получится, что мы принесём совсем другой, и звонок просто оборвётся. Здесь, конечно, сейчас всё сложнее и сложнее. Я сейчас чисто случайно зацепил ещё центральный телефон, который только два раза подряд, только про пирамиды начал вспоминать. Так, теперь нам уже сюда... О, отлично, сейчас будет. Дотронулась. Сюда дотронулась теперь про пирамиды. Ещё пять звонков осталось принять. Отлично. Пока всё происходит более-менее неплохо. Но, друзья, эта игрушка начинает понервничать. Я себя чувствую уже секретарём, понимаете? Что происходит вообще. Так, аккуратно. Вот так вот. Последний звонок. Пока мы не пропустили ни одного. Ну, друзья, я думаю, мы заслужили на премию, и этот секретарь просто от бога. Как вы считаете? Итак, четвёртый уровень я уже не видел. Это для меня полная загадка. Вот ещё одна наша коллега, которая всё время бегает за кофе. Итак, понеслась. Так, побежали, побежали. Не надо нам ничего рассказывать. Нам не интересно. Мы слишком за... Что, мы не приняли? Ой, стоп. А почему... Почему у нас планета? Мы же брали книжечку. Ёбрыс-то. Опоздаем. Вот сейчас вы, наверное, увидите первое опоздание. Так, надо успеть. Всё, пропустили. Мисс один из трёх. Вы это видите. Меняется автоматически, друзья. Вот она, сложность появилась. Автоматически меняется у нас тема. Наверное, мы забываем просто. Мы забегались, друзья. Я понял. Я понял. Я понял. Нам нельзя пробегать мимо вот этой вот нашей коллеги, потому что она нас сбивает. Мы забываем, что нам нужно было. С другой стороны, как по-другому, потому что мы никак не можем... Чёрт возьми, а? А не знаю, как по-другому. В общем-то, наверное, на этом всё и закончится. Четвёртый уровень. Вы пропустили слишком много звонков. Вы уволены. Нас выпирают с работы. Ну, друзья, там, мне кажется, просто физически невозможно работать в таких условиях. И вас снова наняли. Нам пишут. День четвёртый. Ну, может, это... Можно считать, что это продолжение. Я так и не был, пока как работает эта система. Но я так понимаю, что она нас просто сбивает. Я не знаю, что это происходит. Но мы просто забываем. Мы забегались. Мы забываем, что нам нужно. Да, смотрите. Мы сейчас пробежали мимо неё. И нам нужно по новой... Бежать сюда и брать звонки. Условия становятся всё сложнее. Если что будет происходить к концу недели, я просто не представляю. Кстати, неделя это 7 дней. Получается, наша главная героиня работает без выходных. Вы представляете, вообще, какой это кошмар? Не надо нам ничего рассказывать. Я прошу. Блин, это нереально, вы понимаете? Она же стоит прямо здесь. Я постоянно... В любом случае, тема у меня меняется. Я не знаю, как это делать. Правда. Я совсем не знаю, что мне нужно делать. А! Мы с вами можем спускаться и подниматься по лестницам. Я понял. Я понял. Вот как надо было проходить всё. В общем-то, значит, это всё-таки физически реально. А я думал, что нет. Но, тем не менее, это снова третий пропущенный звонок. Я думаю, что мы продолжать играть в эту игру не будем. Вы знаете, эта игра интересная, блин. Но это было бы весело, если бы не было так печально. Потому что, опять же, вы видите, какая работа у секретарей. В таких условиях, конечно, невероятно сложно работать. То есть, сама по себе игрушка очень короткая. Но каждый день это дополнительные сложности. Буквально скажем, что днём сложность игры увеличивается в два раза. Я просто не представляю, что будет, когда мы дойдём до седьмого дня. Это просто, конечно, ад. Но, в принципе, если у вас хорошая реакция, если вы внимательный, у вас рефлексы работают на отлично, то, я думаю, вам эта игра дастся. Потому что, опять же, нужно успевать следить за экраном, успевать менять темы и опускаться, спускаться по лестницам. И ни в коем случае не натыкаться на эту надоедливую коллегу. Кем она работает? Почему у неё не так много времени? Возможно, это просто наш начальник. Это наша начальница. Но почему, если она знает, сколько у нас работы, почему она нас отвлекает? Она же знает, что это влияет на нашу работоспособность. Скорее всего, это просто наша коллега, которая совершенно несознательная личность. И с такими людьми не хотелось бы работать. В общем, друзья, такая вот игрушка. Я надеюсь, что вам было интересно. Пускай видео коротенькое, но эта игра достойна того, чтобы мы на неё обратили своё внимание. По-моему, эта игра лишнее доказательство того, что в наше время делают тоже замечательные игрушки. И если раньше что-то не было доступно с технологической точки зрения, то уж по фантазии могли бы постараться. А вот наша гордость, просто нации, которые фанаты, которые до сих пор любят ретро-игры, которые являются фанатами, они создают игры не менее классные, чем игры существовали ранее. Я надеюсь, что эта игра лишнее тому подтверждение. Ну что, будем продолжать эту рубрику. Надеюсь, вам было интересно. Оставайтесь на линии, скоро ещё будет много, очень много всего интересного. Продолжение следует...